здравствуйте добро пожаловать на специальное мероприятие bad influence bonfire night special за пределами студии мы готовимся к захватывающему фейерверку который был спланирован компьютером на этой неделе я рассматриваю sonic spinball на mega drive да да девочка да и мы будем рассматривать феномен избиения почему так забавно заставлять крошечные оцифрованные фигурки выбивать друг из друга семь колоколов а я буду болтаться в киберпространстве на крупнейшей выставке компьютерной графики в мире но во-первых чтобы спроектировать наш фейерверк с плохим влиянием для этого я собираюсь использовать блестящее программное обеспечение оно называется симулятор фейерверка я играл с ним весь день и она отличная оно действительно предназначено для профессиональных компаний занимавшихся фейерверками чтобы проектировать дисплеи показывать их потенциальным клиентам но мы просто получаем от этого удовольствие это здорово здесь есть множество различных фейерверках на выбор все они есть в таком меню слева здесь это оцифрованные версии настоящих фейерверков снятых с видео и если вы представите что этот черный экран ваше ночное небо вы просто поднимите свой фейерверк мышкой, скажите, я хочу, чтобы он стартовал отсюда, имел траекторию, скажем такую, и взорвался там. Выберите другой фейерверк с помощью мыши, скажите, что я хочу, чтобы этот фейерверк запустили отсюда, идите в этом направлении и взорвитесь там. А затем, если вы просто выберете его и нажмете на начало, компьютер покажет вам, как это выглядит. Имейте в виду профессиональные дисплеи, такие как наши, должны работать над разделением точности второго. И это программное обеспечение позволит мне создавать наш дисплей кадр за кадром, второй за второй, за второй за второй. Для начала я хочу, чтобы один из них был там, и ради симметрии мы положим один и с этой стороны. Мне тоже нравятся эти водопады на фейерверках, так что мы поставим один из них. Это примерно то же самое. Может быть Кэтрин Уилл? Да, почему бы и нет. Один здесь и один здесь. И только потому, что мне нравится, как они выглядят, и ни по какой другой причине, мы поставим один из них туда, а другой вон туда. Теперь программное обеспечение позволит мне посмотреть, как это выглядит с самого начала, пожалуйста. О, я полагаю, это довольно впечатляюще. Хотя оно немного серебристого цвета, не правда ли мы можем изменить цвет. Подойдите ближе к фейерверку, который вы хотите изменить, нажмите на него, и используя вот эту цветовую палитру, мы можем сделать этот фейерверк, скажем, синим. А этот давайте сделаем зеленым. Правильно, на что это похоже? С самого начала? Нет, все не так уж плохо. Но это только начало показа. Очевидно, вы не хотите, чтобы все происходило сразу, и это программное обеспечение позволит вам решить, что вы хотите, чтобы произошло немного позже. Да, хорошо, через 2,41 секунды я хочу, чтобы что-то произошло прямо передо мной здесь. Так что мы нажмем одну из тех, что там, одну из тех, что там. И поэтому, дамы и господа, я дарю вам фейерверк дурное влияние. Зрелищно, я уверен, вы согласитесь. Маленький, но идеально сформированный. Однако я очень горжусь своей концовкой, над которой работал весь день. Это плохо влияет на освещение. Когда вы закончите показ, если вы нажмете на кнопку печать, компьютер распечатает все ваши требования. Итак, для нашего дисплея мне нужны две шахты, водопад, фонтан, фара катящихся колес и так далее, и тому подобное. Тем не менее, это отличное программное обеспечение. Оно может сделать гораздо больше, чем я вам показываю. Поэтому я загружу дисплей, организованный профессиональной компанией Fantastic Fireworks. И если вы живете в Лондоне, вы можете увидеть это в Ислингтоне завтра вечером. Итак, Скотти Ферлерс, я изучал древнее японское искусство оригами. Это моя овца оригами, а это мой факел оригами, щелчок да. И мой любимый из всех, мой оригами Violet Berlin. Теперь после этого первого чита, я покажу вам, как сделать свой собственный мотоцикл оригами. Так что идите и возьмите лист комикса, чтобы сложить его вместе со мной. Этот первый чит предназначен для игры, которую мы, японцы, называем Load Slash 2 на Mega Drive. Просто на титульном экране удерживайте нажатой клавишей AC и нажмите пуск. Отпустите их всех, и теперь вы сможете кататься на любом уровне на самом мощном велосипеде WildFing 2000. А вот как сделать свою собственную дикую вещь 2000 из листа комикса. Во-первых, мы сворачиваем вот так, а затем вот так. Затем переверните немного хитро и сложите вот так, а затем сложите вот так, вот так, вот так и вот так. Ха-ха-ха. Дикая штука. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь сложил его. В этом месяце выйдет не одна, а три совершенно новые игры Sonic. Sonic CD на Mega CD имеет семь уровней, новых злодеев и трехмерный взгляд на бонусные уровни. Затем есть Sonic S в маркетинговой системе и игровом снаряжении, которые являются платформенными играми скорее в том же духе, что и Sonic 1 и 2. Затем есть Sonic Spinball. Игра в пинбол с отличием. А настоящий автомат для пинбола — это изобретение Гризли, придуманное злым доктором-работником. Вот Алекс, наш собственный волшебник пинбола. Это все, чего можно было ожидать от звуковой игры. У нее отличная графика и отличный геймплей. Пинбол — тоже хорошая идея. Они действительно думали об этой игре, но в ней есть несколько отличных штрихов. Вы только посмотрите, как там держится Sonic. Что вам нужно сделать так, это ударить Соника, который является мячом в этой игре в пинбол, по этому столу для пинбола и решить определенные головоломки. Я только что попал в эту цель, и это выльет слизь из этой большой ванны. И тогда я смогу достать изумруд внутри — это та синяя штука. Если вы ударите червей, это освободит всех маленьких существ. Я должен почерпнуть, насколько на самом деле сложна эта игра, потому что полчаса спустя я все еще пытаюсь настроиться на эту мелодию. Я сделал это. Теперь все, что мне нужно сделать — это собрать еще один изумруд. Тогда я смогу попасть в комнату босса. Вам просто нужно приземлиться в эту бочку и переплыть ее. Мне нравится, как построены уровни. В них заложены грузы, и они хорошо соединятся с трубами. Просто прыгайте сюда и забирайте изумруд. Это тоже так же хорош, как и звуковой. Я думаю, он станет большим хитом на Рождество. Эта игра яркая, красочная и блестящая. Я бы определенно купила его. Это действительно хорошая идея. В игре много юмора. Персонажи действительно хорошо анимированы. Итак, окончательные результаты по пинболу Соника. Первый раз в этой серии игра получает максимум. И мальчики и девочки дали ей 5 баллов из 5. Привет и добро пожаловать на непревзойденную демонстрацию компьютерной графики Сиграф 93. Моего друга на экране зовут Вектор, но подробнее о том, как он работает, через минуту. Но, во-первых, вот что происходит, когда величайшие графические гуру и наши самые горячие аппаратные хакеры собираются вместе на пять дней веселья. Здесь есть прототипы стоимостью в миллионы долларов, новейшие технологии виртуальной реальности и самые удивительные компьютерные изображения, которые вы когда-либо видели. Играф — это настоящее серьезное шоу для настоящих серьезных графических технорей. Громкие имена приезжают со всего мира, чтобы узнать, что новее нового. Эй, а как насчет меня? Извините, приятель. Мой друг-фактор или виртуальный актер управляется этим хитроумным устройством, называемым «фейшл волдоу». Это блестящий способ создания анимации в реальном времени. Эти датчики отслеживают мой рот, щеки, подбородок и даже брови. Затем переведите их в компьютер так, чтобы казалось, что персонаж говорит. И я могу перемещать вектор по экрану с помощью этой мыши. Здравствуйте! Большинство шоу этого года, похоже, посвящено новым способам проникновения в киберпространство. Эта живая система работает без гарнитур, мышей или каких-либо датчиков вообще, и все ваше тело сразу оказывается в киберпространстве. Вы можете взаимодействовать с генерированными компьютером персонажами, потому что система может изолировать вас от синего фона. Помогите, компьютер крадет мою душу. Не совсем так. Это просто еще один путь в киберпространство. Компьютер может определить форму моей головы по тому, как изогнута лазерная линия. И я нахожусь в хорошей компании. Эта самая машина использовалась для создания лица Т-1000 в Терминаторе 2. Эй, хорошее сходство. И я могу рассматривать его под любым углом. Вам не обязательно приезжать в Анахэйн, чтобы войти в киберпространство. Это больные дети, область шоу, отведенная для технарей подростков-мутантов, которые пытаются создать кибермонтаж Америки. Скопируйте весь фон, поймайте это и растяните до конца. Дети со всех штатов подключаются к телефонной системе, чтобы передавать изображения и звуки своих районов. В конце концов, у детей СИГ будет полная библиотека информации друг о друге для изучения. Но я буду исследовать еще один кусочек киберпространства, используя это новое устройство, называемое Кибертрон. Игра, в которую я играю, называется космический мусор, пена не для домоседов. О боже! Теперь, если вы можете стоять, вытянув руки, или только одну руку вот так, хорошо опустите ее. Биовидение — это еще один способ проникнуть внутрь компьютера. Здесь то же самое. Хорошо, вы готовы? Раз, два, три, начинайте. На этот раз на мне очень яркие отражатели, и меня снимают шесть видеокамер. Положение отражателей может быть очень точно отслежено компьютерным программным обеспечением, и оно может использовать полученные данные для получения изображения на палочке. Наконец-то программное обеспечение создает мой скелет, играющий в баскетбол, костлявый Кибер-Зет. Эта система использовалась для программирования движения этих киберлюдей, которые снимаются в рекламном ролике нового отеля в Лас-Вегасе. Аналогичная, но еще более сложная система. Используется игровой компанией Acclaim для создания потрясающих картинок, подобных этим. Но для меня лучший и самый естественный способ попасть в киберпространство — это, конечно, дельтапланиризм. Я удивлена, что никто не додумался до этого раньше. Это западный райд за дурное влияние. Парит где-то в киберпространстве. Вау, выглядит забавно. Сиграф расшифровывается как группа по особым интересам Ассоциации вычислительной техники по компьютерной графике и интерактивным технологиям. Неудивительно, что они для краткости назвали ее Сиграф. Она проводится каждый год в другом месте. В следующем году она состоится в июле в Орландо, штат Флорида. Флэш, флэш. Такой мышкара пушистый. У меня есть японский питомец. Вспышка, вспышка. Это самая быстрая японская гоночная черепаха в мире. Непослушный флэш вот так убегает от меня. Японцы ничего так не любят, как спуститься на традиционный стадион черепашьих гонок в дождливую среду в Осоке и подбадривать своих питомцев по всей трассе. А теперь оставайтесь там, пока я буду выполнять следующий обман. Это для Лотос Турбо Челлендж 2 на Омега. На экране пароля просто ведите DAX DUX и вы сможете поиграть в скрытую игру Карнивал. Привет, а теперь фасция. Время для вашей гоночной тренировки. Итак, поехали. Готовы? Спокойно, вперед. О, я забыл, что он понимает только по-японски. Хитачи Тошио Сузуки. Вау, будьте осторожны. Рождество Христово. Время доброй воли для всех людей. Но также и сезон, когда мы полностью поглощены играми в Битэмап. Это долгожданное специальное чемпионское издание Street Fighter 2 на Мега Drive, которое выходит на этой неделе. Вопрос, который волнует многих людей, заключается в том, что делает эти игры такими привлекательными. Несмотря на то, что скажут вам политики и взрослые, дело не в насилии. Эти игры хорошо смотрятся и здорово звучат. Но настоящая зацепка – это играбельность, полный контроль, который вы имеете над каждым персонажем. Настоящее мастерство заключается в так называемых специальных движениях – акробатике пальцев – необходимой для того, чтобы выполнять эти движения быстрее, чем ваш противник. Например, одним из китайских специальных движений является поворот джойстика на 180 градусов при нажатии любых кнопок удара. Вот так. Точно. И разные кнопки удара дадут вам разную скорость огненных шаров и разный уровень атаки в огненном шаре. В наши дни, конечно, многие файтинги обладают этими функциями, но большинство из них упускают из виду реальный смысл. В Street Fighter 2 все персонажи разные. Они были хитро спроектированы так, чтобы иметь сильные и слабые стороны. Так что Фанни – персонаж, чья тактика лучше всего соответствует вашему стилю игроков после веселья. Имейте в виду, нет ничего более приятного, чем провести эффектную тройную комбинацию и ошеломить своего противника до поражения. Это жестоко. Это также очень тяжело. Этот криз получает множество битлз, выходящих во всех форматах. Помните тех черепах? Непослушные ниндзя только что отдыхали. Их последняя игра – это битва один на один под названием Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Они оба прекрасно смотрятся на снерс и мега драйв, хотя мальчики из мега драйв выглядят немного жестче. Это достаточно сложно для ловушек, и у него есть интересная функция, возможность видео или повтора. Так что, когда вы дойдете до конца своего боя, вы можете отмотать его назад и посмотреть свою победу или поражение в замедленном режиме. О, посмотрите на это движение. Да. Body Blows to Galactic – одна из немногих компьютерных битапов. Дэнни и Джуниору предстоит сразиться с десятью самыми свирепыми бойцами в мире, от динозавров до воина, полностью созданного из пламени. У нас были персонажи мультфильмов, у нас были оцифрованные видеоигры. Теперь у нас есть глиняные персонажи. Clay Fighter – это, наверное, самая странная боевая игра, которую вы когда-либо видели. Все восемь персонажей сделаны из глины, анимированы и сняты по кадру за раз. И у них есть несколько странных специальных движений. Капля, например, может превратиться в ботинок, чтобы наступить на вас, семь кулаков для удара крупным планом, и даже может заманить вас в ловушку внутри себя, чтобы вы могли видеть свои собственные извивающиеся руки. Странно. Да, вы можете получить евро здесь. Но помните, что это всего лишь игра. А теперь еще несколько отзывов. Alien Bree 2 – это продолжение одной из самых продаваемых игр Мига за всю историю. Вы присоединяетесь к межпланетному корпусу в миссии по спасению космической колонии, которая была наводнена всевозможными зверями-мутантами. Вы не найдете здесь репли. Это не имеет никакого отношения к фильму «Инопланетяне». Вот Мэтью. Оригинальная инопланетная порода была одной из моих любимых игр, но это намного лучше. Она определенно быстрее. Эта игра рассчитана на двух игроков и будет намного лучше, если вы это сделаете. О, это была Кэти, которая только что умерла там. Мы просто пытаемся забрать ключ отсюда, и теперь нам нужно спешить обратно на дно. Как вы можете видеть, прокрутка очень плавная. У нас есть только определенное время, и это жужжание означает, что наше время на исходе. Кэти только что снова умерла там. Я бы поставил этой игре 5 баллов из 5. Если вам нравятся прыжки со стрельбой, вам понравится и это. Я подумала, что эта игра немного скучновата. Графика хорошая, но все уровни выглядят одинаково. Это отличная игра с отличной графикой и звуком. К сожалению, с ней немного трудно разобраться. А оценки за инопланетную породу 2, девочки дали ей средний балл 3 из 5. Мальчики выиграли лучше в 4 случаях из 5. Давайте поиграем в теннис. Теннис Джимми Коннора стал хитом на SNES, а теперь он вышел на Линкс. Вы можете играть в чемпионские матчи против компьютера или сразиться с другом. Итак, матч Райт против Марша на центральном корте. И подавать будет мисс Марш. Чтобы играть против французов, вам нужен один из этих тросов, чтобы он соединял два звена вместе. У меня другая точка зрения, чем у Бена. Это я передвигаюсь. Вот как это выглядит с того места, где я стою. Я вижу, как Сара движется в верхней части экрана. Приготовьтесь к порке. Я думаю, что нет. Здесь я на 40% проигрываю, и я экономлю, чтобы спасти игру. Подавать действительно трудно, потому что нужно точно рассчитывать время. Мы наблюдаем за игрой с моей точки зрения. Вы можете выбирать между хардом или травяным кортом. Мы играем на харде. Чтобы быть действительно уверенным в попадании по мячу, вы должны встать вокруг желтого квадрата. Вы должны действительно упорствовать в этой игре, потому что это так сложно. Я бы рекомендовала вам это. Она блестяще реалистична, но требуется некоторое время, чтобы войти в нее с первого раза. По крайней мере, это оправдание Сары. Я позволю вам выиграть. Это одна из лучших теннисных игр, которые я когда-либо видела. Если у вас есть рысь, то купите ее. Это отличная игра с отличной графикой и звуком. К сожалению, с ней немного трудно разобраться. Это лучшая спортивная игра, в которую я когда-либо играла на портативном компьютере. И результаты тенниса Джимми Коннора, как девочки, так и мальчики, дали ей очень хорошие 4 балла из 5. Скотти Фертиллерс. Я эксперт в малоизвестном японском боевом искусстве тайский пин. Я продемонстрирую это на своем помощнике Ниссане. Хасл. Разница между тайпином и другими боевыми искусствами в том, что оно работает только на чучелах животных, которые не знают специальных приемов. А это чит для Street Fighter 2 Turbo на SNES, который позволяет включать или выключать специальные приемы в битве против. Просто возьмите контроллер 2 на экране гандикапа и нажмите вниз, R, вверх, L, U, I, B. Появится экран специальных опций, позволяющий вам выключать и включать специальные движения пером. А теперь какой-нибудь тип в специальных движениях. Спешальные движения. А, 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 а. Хорошо, мы почти готовы к нашему фейерверку плохого влияния Наш эксперт по фейерверкам Джереми Пинч подключил их все так, чтобы они сработали в правильном порядке, но на самом деле они будут запускаться компьютером, а компьютер находится здесь Это делает та коробка с фокусами слева Она приведет в действие воспламенители, чтобы зажечь фейерверк в правильной последовательности, как проинструктировано компьютером И у нас есть загруженная демонстрационная последовательность, чтобы показать, как это работает Смотрите на экран, вы увидите, как компьютерный фейерверк сработает одновременно с воспламенителем или самочувствием Похоже, это работает Значит, мы только что проверили с Джереми, что у нашего фейерверка уже все готово Блестяще Так что все, что мне теперь нужно сделать, это загрузить наш дисплей плохого влияния Три, два, один, вперед Удивительно Если вы хотите прочитать дату последней установки ваших видеомагнитофонов прямо сейчас Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть копию парка юрского периода и СНЭС Вопрос был в том, как называлась эпоха до юрского периода Ответ был триасовый и счастливый победитель Энтони Симпсон из Ланкашира Молодец! Десять братьев-счастливчиков! Получите также футболки с плохим влиянием Приз конкурса на этой неделе – мега-драйв с звуковым спинболом И вопрос в том, в каком году произошел пороховой заговор, когда Гай Фокс пытался взорвать здание парламента Позвоните нам с вашим ответом по телефону 891-700-100 Суд обойдется во мне более чем в 25 пенсов, но, пожалуйста, получите разрешение от того, кто оплатит счет до вашего звонка Линии будут работать до полуночи и понедельника Разве это не великолепно? А вы настоящий фейерверк! Устраивайте свою выездную вечеринку завтра вечером Не забывайте, будьте осторожны! Используйте гребень для фейерверков! Желаю вам счастливой, безопасной, веселой и прекрасной ночи! Спасибо, что смотрите! До свидания! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»